Проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями всегда была насущной для большинства городов России. Способствовать ее разрешению неоднократно старались на законодательном уровне. Так, во Владимирской области был принят закон об установлении квоты для приема на работу инвалидов. В прошлом году были внесены изменения в закон о социальной защите инвалидов, в котором прописано, что квота для приема на работу инвалидов устанавливается для предприятий не только с численностью, как это было ранее, более 100 человек, но и для работодателей с численностью от 35 человек. И на предприятии, организации, в учреждении, на котором трудятся от 35 до 100 человек, квота устанавливается 2% от среднесписочной численности сотрудников. Напомню, что для предприятий, организации, учреждений, где работает более 100 человек, эта квота составляет 3%. Вступлением в силу необходимых нормативных документов работодатели, которые попали под квоту, а это по округу Муром и Муромскому району более 200 предприятий, обязаны ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным подавать средние в Центр занятости населения о выполнении или невыполнении данной квоты. К сожалению, за январь только 64 предприятия, это 30% от всех работодателей, нам эти сведения предоставили. Еще раз обращаю ваше внимание, что вы обязаны в соответствии с действующим законодательством предоставлять ежемесячно сведения в Центр занятости о выполнении квоты. Если у вас возникают какие-то вопросы, проблемы, пожалуйста, обращайтесь к нам в отдел взаимодействия с работодателями спецпрограмм. Наш телефон 2-13-45. Муромский Центр занятости населения напоминает о том, что неисполнение работодателям обязанности по созданию и выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой влечет административную ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Елена Петрова, Александр Сидоров, Новости 24, Муром.